Всем привет, я Андрей Басов, капитан команды Формул Студент МГТУ имени Бауна. Сегодня расскажу вам про наш третий автомобиль БРТ-3. Формул Студент это международные инженерные соревнования, они проводятся с 1978 года. Первые этапы появились в Америке, этапы соревнований проходят по всему миру. В частности мы выступали с этой машиной в Германии, Австрии и в России. В этом году мы показали хорошие результаты в Европе, а в России мы завоевали первое место. То есть сейчас мы команда чемпион, лучшая команда России в классе Формул Студент. Вообще, что такое Формул Студент? Это в первую очередь инженерные соревнования, это не совсем автоспорт. Есть определенный технический регламент, он достаточно свободный, и команды в соответствии с этим регламентом строят автомобили. Помимо самих гонок, в частности, оценивается конструкция автомобиля, правильность выбора инженерных решений и так далее. Есть несколько главных требований по конструкции автомобиля. В частности, это должен быть 4-х тактный двигатель внутреннего сгорания. Рабочий объем не больше 610 кубических сантиметров. Наддув разрешен, но только в том случае, если мы сами его разрабатываем. На вкуске стоит рестриктор 20 мм, который призван ограничить мощность и немножко выровнять участников. Также есть требования по безопасности, то есть должна быть дуга безопасности. Есть ограничения по толщине труб рамы. Также автомобиль должен быть оснащен подвеской с ходом 50 мм. То есть мы не можем просто взять и построить большой карт. И есть много других требований, но менее важных. Теперь о нашем автомобиле конкретном. Первое, что отличает нашу машину от всех остальных российских команд, это то, что у нас есть переднее и заднее крыло. Заднее крыло создает на скорости 100 км в час где-то 120 кг прижимной силы. То есть это актуально в скоростных поворотах. В целом у нас концепция мощного, но легкого автомобиля. То есть для тех технических решений, которые здесь применены, он достаточно легкий. Несущая система, это пространственная рама, но она не стальная. Тут используются углепластиковые трубы. В конструкции машины мы широко используем композитные материалы. То есть у нас из углепластика карбоны сделаны крылья, детали лесового обтекателя, рычаги подвески, как я уже говорил, рама, ну и многие другие детали. В частности, скажем, корпус рулевой рейки у нас свой, собственного производства. И он выполнен намоткой в углеродной нити. Сиденье сделано по форме подпилота. Мы делали слепок с пилота, сажали его в пену, сканировали на 3D-сканере и потом фрезеровали матрицу. То есть у нас сиденье идеально подходит к пилоту. У нас автомобиль с секвентальной коробкой передач, поэтому при переключении передач пилот не пользуется сцеплением. Передача переключается при помощи подрулевых переключателей лепестков. Лепестки расположены сверху. Нижние лепестки – это выжим сцепления. То есть, в принципе, как на болиде Формула-1. Также есть быстросъем руля, в который встроены разъемы. При установке руля включается приборная панель. На руле есть кнопки, вспомогательная приборная панель собственной разработки, которая выводит данный автомобиль на экран. Подвеска. В этом автомобиле, как и на многих автомобилях класса Формула с открытыми колесами, используется подвеска на поперечных рычагах, на двойных. Амортизатор вынесенный, потому что крепить его можно только на раму. Приводится он через тягу и качалку. Спереди – это подвеска типа пул-рот, сзади – подвеска типа пуш-рот. Мы используем велосипедные амортизаторы для горных велосипедов. Амортизаторы Кейн Крик с воздушной пружиной. То есть воздушная пружина позволяет нам снизить массу и настраивать жесткость, просто меняя давление в камере. Теперь давайте перейдем к силовой установке. Это тоже очень интересная часть нашего автомобиля. Начиная с нашей первой машины, БРТ-1, которую мы строили в 2013 году, мы применяем наддув. Привод компрессора осуществляется с коленчатого вала через ременную передачу, через зубчатый ремень. Вот в задней части автомобиля можно увидеть сам компрессор. На входе у компрессора установлен рестриктор 20 мм. Выход из компрессора. На нем установлен достаточно сложная деталь. Это на отливка нашей собственной разработки. Мы печатали выжигаемую модель при помощи 3D-принтера Пикассо. Это наш спонсор, они нам помогают. Перепускной клапан БЛОВ, который сбрасывает наддувочный воздух при резком закрытии дросселя. Не позволяет выйти из системы строя. Дроссель у нас электронный. Позволяет нам настраивать карту педали газа. Это удобная вещь. После компрессора расположен интеркулер. После компрессора воздух может нагреваться больше, чем сотни до сотни градусов. На впуске он уже где-то 35-40 градусов. Двигатель также у нас оснащен системой смазки с сухим картером. То есть мы обеспечиваем надежную подачу масла в двигатель и низкий центр тяжести. Где-то на 60 мм ниже, чем со стандартным поддоном. Трансмиссия автомобиля цепная. То есть главная передача цепная. Дифференциал повышенного трения используется. С изменяемым коэффициентом блокировки. Причем раздельно на разгоне и на торможении. Система управления двигателем спортивная. Motec M400. Двигатель очень сильно отличается стандартного. Поэтому пришлось составлять новые карты зажигания, топлива. Вообще все параметры двигателя менять. В настройке двигателя нам помогает компания «Успенский раллитехник». Это наши спонсоры. С их помощью мы действительно смогли довести двигатель до ума в третьем сезоне. И добились очень хороших результатов. Заняли первое место на российском этапе. Колеса у нас испанской фирмы Braid. Алюминиевые колеса. Весом 2,2 кг. Резину нам предоставляет наш спонсор компания «Мишлем». Это гоночная резина с лик с гоночным компаундом мягким. Вся неподрессоренная масса у нас тоже в собственной разработке. Это стойка, ступица, тормозной диск, рычаги подвески. Все в собственной разработке. И здесь видно наши рычаги подвески, полученные методом намотки углеродной нити. Характеристики нашего автомобиля таковы. Вес 247 кг. Разгон до сотни занимает 3,81 секунды. Мощность 93 лошадиные силы. Крутящий момент 65 нюн на метр. Это из-за применения рестриктора, ограничивающего мощность. Максимальная скорость 140 км в час, но на самом деле большая скорость этому автомобилю не нужна, потому что трассы у нас достаточно низвилистые и короткие. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok